Как жить и быть живым, я буду рассказывать на своем семинаре. Спасибо. Марина, я забыл, что мы забыли свои предметы представить. Может быть, ты начнешь? Да ладно. Я буду вести… Если честно сказать, я вот называю все время семинары и лекции. Просто для названия, потому что действительно сейчас век названий. Вот какое-то название такое яркое сделаешь. Как-то раз Вадим Михайлович приехал в Алма-Ату, и у него был семинар кармы, помните, на декаде духовного развития. А я поставила семинар «Она плюс он равняется вопрос». И когда Вадим Михайлович глянул программу, он говорит, ты вне конкуренции, потому что за это название народ пойдет сюда. И это действительно так, поэтому я придумываю всякие разные названия. А потом уже внутри этого названия, так как те люди, которые приходят, я начинаю видеть этих людей, начинаю понимать, что здесь давать для конкретных людей. Но понятное дело, что то, что… Сценарий жизни и выход за пределы матрицы. Собственно говоря, психология имеет абсолютно вся с этим дело. Человек проживает неосознанно практически всю свою жизнь и притворяет в жизнь решение, которое он принял в возрасте до пяти лет. Это парадокс, но это так. И придется приложить немало усилий для того, чтобы выйти из этой наезженной колеи. И мы, собственно говоря, будем с вами это видеть воочию. Теорию какую-то я буду давать только по ходу. Мы будем с вами иметь дело конкретно с вами, с вашими жизненными ситуациями, с вашими жизненными сценариями. И вы сами будете принимать решение, выходить ли за пределы той матрицы, внутри которой мы угодили, или нет. И для того, чтобы выходить, я думаю, как раз семинар Вадима Михайловича будет здесь как нельзя кстати. Потому что недавно он читал этот семинар в Алма-Ате, и там была очень большая аудитория, которая очень так сильно вдохновилась, действительно реально что-то делать. Потому что выход за пределы матрицы – не дешевая вещь. Это не то, что мы здесь, как это, знаете, порчу снимем, карму укоротим, приворот, отворот, венец безбрачия снимем и так далее, и в результате вы поедете вот в таком состоянии. Абсолютно нет. Все семинары здесь будут призывать к осознанности, к тому, чтобы из сферы подсознательного мы переводили все в сферу осознаваемого и принимали новые, верные, правильные решения. Но не просто принимали, а начинали действовать согласно принятым решениям. Так вот, это будет психотерапевтический тренинг, и внутри этого я буду давать какие-то вот такие знания и современной психологии, и знания, которые базируются на ведических истинах. И вы будете видеть все воочию, своими глазами, потому что, когда увидишь то, как я живу со стороны, действительно приходит очень глубокое понимание. Я хочу жить по-иному, по-другому. И я думаю, что здесь все семинары так или иначе помогут в этом, потому что духовный путь – это очень увлекательное путешествие. И я думаю, что все мы, как одноклассники, будем идти вместе по этому пути, и не зря же вы приехали с таких отдаленных уголков. Спасибо вам большое. Приходите, я вас жду. Мой предмет называется «Целостная личность», и по большому счету это тема всего этого фестиваля, тема всего нашего проекта «Психология третьего тысячелетия», потому что все люди хотят быть счастливыми и успешными в этом мире, но мало кто знает, как. Потому что успех и счастье, они приходят на разных уровнях личности. В самом общем случае у нас есть четыре потребности, которые нужно знать, потому что если мы их знаем, мы можем их по-настоящему реализовать. У нас есть потребность физического тела, потребность в здоровье, и на этом фестивале мы будем изучать этот предмет. У нас есть потребность эмоциональная или социальная, это потребность в очень открытых, хороших отношениях. К большому счету предмет психологии, он связан с реализацией этой потребности. Как реализоваться в социуме, как построить отношения в семье, как уметь открыть свое сердце другому и уметь делать, знаете, паузу в своей жизни, чтобы принять другого в свою жизнь. Итак, это вторая потребность эмоциональная. Есть также интеллектуальная потребность, это еще более высокая потребность личности. Потребность в том, чтобы наша жизнь была осмысленной, чтобы мы понимали, зачем мы живем, в чем смысл жизни. Чтобы мы научились ставить цели на различных участках жизни, идти к ним, проявлять вот эту энергию воли. Это третья потребность, потребность нашего разума или интеллекта. И, наконец, потребность души, центра личности, потребность в том, чтобы давать безусловную любовь другим и получать ее. И эта потребность также связана с реализацией высшего смысла жизни, наших взаимоотношений с Абсолютом, с Богом. Весь наш фестиваль, он на все эти темы, на все эти темы, что такое целостная жизнь, целостная гармоничная жизнь, целостный гармоничный человек. Мой семинар, он называется таким образом. Но я буду что-то пытаться договаривать, что, может быть, не услышу в лекциях, в предметах других преподавателей, что-то попытаюсь тоже говорить на эту тему. Может быть, какие-то методики мы с вами будем практиковать. Мне тоже очень близко настроение Марины. Мне хотелось бы сначала с вами встретиться, понять ваш запрос, и потом мы с вами будем работать. Спасибо. Ну что, у нас остались самые важные люди. Это зауч по хозяйственной части Гугарев Кирилл Игоревич. Пожалуйста, появитесь. Что вы скажете о своем предмете? Я, слава Богу, ничего преподавать не буду. Слава Богу, для вас, наверное. Но у меня такая важная задача. Я должен сделать так, чтобы мы все дожили до закончания этого фестиваля и благополучно выехали. Аплодируйте Кириллу еще раз, а здесь от него все зависит. Ну, тут уже прорекламировали. Мне теперь остается только пригласить. Я думаю, что у каждого в школе был любимый такой факультатив, кружок вернее. И вот у нас есть тоже такой кружок. Я думаю, что к концу нашей встречи выпускников каждый из вас позанимается в этом кружке и откроет в себе такие таланты. Я хочу пригласить на сцену руководителя театрального кружка Борисова Александра Михайловича. Пожалуйста, Александр Михайлович. Прежде чем Александр скажет, если на нашем сайте вы слушали его удивительные молитвы православных старцев, то это как раз он самый, который озвучивает эти молитвы под музыку удивительную. Если вы еще не послушали, зайдите на наш сайт в разделе «Подарки» и послушайте те молитвы, которые он озвучил. К сожалению, не мои молитвы, а старцев. Я их только озвучивал. Очень рад всех вас видеть. Очень рад всех видеть преподавателей. Здравствуйте. Еще раз. У нас очень серьезная школа, очень много серьезных предметов. И вы наверняка будете немножко уставать. И мы будем отставать. Может быть, тоже кто-то будет. И чтобы вы как-то немножко расслаблялись, наполнялись свои легкие свежим воздухом, наполняли, мы будем проводить для вас встречи здесь вечером, после того, как закончатся все занятия. Будем устраивать каждый день культурные программы, спектакли. У нас будет КВН, у нас будет здесь концерт с участием артистов. К нам приехало очень много замечательных артистов. Также все, кто из вас имеют таланты, вы тоже сможете выступить. И вместе с нашим физруком Александром мы постараемся организовать даже футбольный чемпионат. Есть у вас желание устроить футбольный чемпионат? Ну, вот видите, значит все у нас получится. Мы постараемся сделать ваш досуг очень веселым, очень насыщенным. И надеюсь, вам останутся очень замечательные, очень теплые впечатления. Спасибо вам всем большое за то, что вы все приехали. Меня попросили представить шеф-повара нашей школы. У нас, знаете, возникла такая идея. Мы вам его показывать не будем. Покажем в конце, если понравится. А если не понравится, то все будем вместе за него молиться.